ТЕАТР ШАХМАТНЫХ ФИГУР А в рубрике «Персона» мы продолжим рассказ о великом писателе Владимире Набокове. Здравствуйте! Мы рады приветствовать вас в школе шахмат в студии Марии Фоминых и Антона Цуканова. Здравствуйте! Сегодня мы продолжим говорить об основных тактических шахматных приемах, двойном ударе и связке. Тебе слово, Мария. Что касается более сложных случаев, как мы говорили, бывает двойное нападение не на две фигуры, а второе нападение содержит в себе другую какую-то угрозу. Возьмем такую ситуацию, например, где у нас будет ладья, где у нас будет, например, вот здесь. Конечно, у белых и так выиграна позиция. У них ферзь, у черных ладья. Но мы говорим с вами о тактических приемах, поэтому попробуем выиграть ладью. Конечно, немножко позиция очень богатая у белых, и они могут и поставить мат два хода. Я на всякий случай покажу, чтобы не смущать наших зрителей, что мы ничего не видим. Мы все видим, конечно, можно поставить такой вот мат. Получается, под защитой слона нет хода, да? Да, ну, чтобы, может быть, прикроем немножко короля, чтобы таких уж... Да. Чтобы немножко усилить эффект от... Чтобы было более реалистично. Реалистично, да. Да. Вот. Ну, например, вот такая позиция. Угу. Более сложная. Нам нужно выиграть ладью. Да, нам нужно выиграть ладью. Мы можем это сделать даже вот так вот еще, чтобы уж было совсем все четко и правильно. Ну, да. А мы нападаем на мат. В данном случае такой вот мат. Это, кстати, называется батарея, когда слон с ферзем вот так вот друг с дружкой расположены. Батарея. Угу. Такой прием. Угу. И тем не менее, мы напали на мат. Король может уйти. От мата защититься. Конечно, ему десерно. Не важно, в какую сторону, да, направлена атака. Батарея называется, если сначала стоит ферзь, а за ним слон. Да, именно в таком положении. Или слон-ферзь. То есть именно ферзь-слон, да? Конечно. Батарея, когда впереди стоит слон, а позади ферзь, она не очень эффективная. Ее, наверное, можно назвать батареей, но больших угроз она в себе не несет до тех пор, пока... Пока не будет наоборот. Пока не будет наоборот. Конечно, бывает случай, когда слон проходит, но опять-таки он освобождает дорогу ферзю. И это будет уже все равно батарея, да? Угу. Так что батарея-то это в любом случае, но опаснее, конечно, когда впереди ферзь. Угу. И уже он может нападать. Здесь существует очень большое количество матов, когда, например, у черных ослаблена позиция маркировки. Угу. И как и здесь, например, то же самое, да? Вот, например, могут белые пойти, создать батарею и напасть на ладью, и напасть на мат. Вот, сюда или сюда. А черные могут защититься, конечно, уйти королем, например. Но ладьи уже не будет. Но ладьи не будет. Но в данном случае у них, кстати, есть такая хитрая защита, они могут сами напасть, объявить двойной удар. Вот, что касается того, что в партии случаются... Разные ситуации всегда. Разные ситуации, но тем не менее двойной удар случается абсолютно в каждой партии. То есть можно от двойного удара уйти двойным ударом? Ну вот, пожалуйста, да, например, двойной удар, а черные защищаются двойным ударом. Получается, мы уходим? Нет, если мы уходим, то как раз черные добились чего хотели, они съели ферзя. Двойной удар пешкой, да? То, что мы проходили чуть-чуть раньше. Можно побить пешку королем, ферзем. Можно королем, можно ферзем. Угроза мата сохраняется, но ладья уже не под ударом. А в данном случае, если побить королем, то сохраняется нападение на ладью, но нет угрозы мата. Ну да. Так что, можно сказать, что когда вы нападаете, важно помнить еще и о ресурсах защиты. Бывает такое, что чаще всего так устроено наше сознание, что мы лучше видим за себя. Мы видим хорошо, как нападать. А как соперник будет защищаться, мы видим уже хуже за него. Мы думаем чаще всего за себя. Некоторые эйфории думают, что сейчас я все сделаю. Да, да, да. Вот немножко еще модифицируем эту позицию, чтобы показать, какие бывают более такие сюжеты. Это каламбурные, да? Белые уже приготовились ставить мат и съедать одну из ладей. И тут получили двойной удар сами. Что называется, на что боролись, на то и напоролись. Двойной удар пешкой в данном случае на короля напали, на ферзя напали. То есть получается здесь ферзь теряется в любом случае. Ферзь теряется в любом случае, да. И, конечно, черные выиграют эту позицию. Вместо мата, вместо взятия ладьи есть защита. Поэтому очень важно помнить, что бывает от нападения есть защита, еще более страшная, чем само нападение. И, конечно, надо предусматривать. В жизни тоже мы часто видим какую-то идею за себя. А то, что может сделать наш партнер или наш конкурент, мы не видим. В этом смысле шахматы приучают нас помнить. Думать наперед чуть-чуть. Да, да. Это, что касается более сложных. Комбинаций. Да, это уже целая комбинация. Комбинация – это форсированный вариант. Чаще всего с жертвой. Но в данном случае это просто тактика, двойной удар. Белый король на Е1. Ладьян на А8. И конь на Ф8. А черный – король Е4. Слон А2. Конь Ж3. И пешка Е5. Ну, белые выигрывают фигуру здесь. Играя ладья А2. Слон Ж1. И нападая на обе фигуры. Казалось бы, игра выиграна. Не только опять король на Д1 у меня стоит. Король на Д1. Значит, но тогда черный играет в король Ф3. Ладья бьет Е4. Король Ф2. Белых единственный ход. Ладья А1. Туда Е4. Конь Е6. Е3. Теперь, если вы сыграете конь Ф4, то тогда последует Е2. Король Д2. Конь бьет Е2. Что за черта вообще? Е2. Извините, конь бьет Е2. И теперь следует простой ход. Конь Е1. И что происходит? Выясняется, что у вас только единственная фигура, которая ходит. Скажем, вы ходите на Ц3. Тогда дается шах. Король Д2. И черные делают ничью вечным шахом. Поэтому правильный ход в этой позиции. Правильный ход в этой позиции. Не конь Ф4, а конь Ц5. Черные дают шах. Король Д2. И дают конь Ф1 шах. И выясняется, что теряется ладья. Но белые смело ее отдают. И когда черные берут, то неожиданно кончается игра мата. Конь Д3, мат. Вот такой эффектный финал этого настоящего драматического произведения. Потому что это типичная драма, когда, казалось бы, все так хорошо складывалось у черных. И вдруг, неожиданно, они получают мат. Конечно, примеры двойных ударов с верзем бесконечны. Как и любыми другими фигурами. Я думаю, что мы попозже разберем какие-то партии. Небольшие, да? Небольшие, в которых это случалось. Но вначале все-таки мы закончим наше знакомство с двойным ударом. И мы не говорили о короле. Кажется, что сам король чаще всего и попадает под двойной удар. Но бывает, случается так, что король нападает сразу же на две фигуры. И весьма эффективно. А вот, например, такая интересная такая небольшая тактика. И вторая черная ладьета. Король вообще очень хитрая фигура. Кажется, что он у нас такой старенький дедушка, как его часто изображают в детских книжках. Но в Эншпиле он преображается, отбрасывает свою... В динамичную фигуру. Да, он преображается в очень сильную динамичную фигуру, которая может сама и нападать, и участвовать в атаке, и в защите, и где угодно. Ну, в данном случае как раз мы видим Эншпиль. Конец партии. Ну, напоминаем, ходит король только на одну клетку. Да, на одну клетку в любую сторону. В любую сторону, да. Но ходить под удар не имеет права. Бить защищенной фигурой не имеет права. В данном случае ход белых. Попробуйте напасть на две ладьи сразу же. Ну, наверное, это только так возможно. Да. Интересно, что ладьи вроде бы близко друг к другу расположены. Но их разделяет пешка, поэтому они друг друга не защищают. Да, и ситуация очевидна, да? То есть надо просто выбрать. Придется выбирать, какую из фигур отдать. Да. Вариантов больше никаких, по-моему. Да, выбор непростой, но что делать? Да. Убираем ладью, да, король съедает. Вот и все. А было абсолютно выиграно, да, у черных? Мы помним, что лишняя ладья – это абсолютно выигранная позиция. Так что король очень даже шустрый бывает. Бывает и нападает на две легкие фигуры. Часто случается так, что вот, например, черные отошли, дали шаг, к примеру, куда ходить белым. Ну вот, наверное, точно так же, да? Точно так же, да. Он нападает сразу же на слона и на коня. И более того, защитить одну из фигур удастся, а вторую уже нет. Да. Все понятно. Например, так, да? Да, отдали коня и уже. Ну, при таком-то коне, конечно, скорее всего, шансов выжить будет мало. Коня протепенно. Ну, потому что белые съедят. Опять-таки, мы помним, что незащищенные фигуры, которые находятся далеко от своих. Это вот, если шахматы же военная игра, помним, что в настоящем тоже. В настоящем. Стратегия. Стратегия, тактика, все это присутствует. И помните, когда в исторических учебниках пишут, когда один из отрядов оторвался от другого? Что с ним, скорее всего, случится? Погибнет. Скорее всего, погибнет. Если один отряд оторвался от другого, то его шансы на выживание резко сокращаются. Так вот, если, когда фигуры немножко ближе друг к другу, им легче. Когда они оторваны друг от друга, шансов выжить нет. Если в этой ситуации ход белых был бы, то король отнимает последние два поля у коня. Кстати говоря, конь на краю доски чаще всего очень плохо расположен. То есть его желательно туда не заводить. Да, конь на краю доски, говорят, позор для шахматиста. Хотя изначально он там и находится, в принципе, практически. При расстановке фигуры. Но первым же ходом он уже куда-то стремится к центру. Особенно вот, да, конь, запомним это правило, конь на краю доски, позор для шахматиста. И не будем ставить корня по возможности на краю доски. В 1936 году состоялся третий московский международный турнир. Он был немного в другом формате, чем предыдущий год назад. И сделано это было по предложению Михаила Ботвинника. Он в начале года написал Крыленко письмо, в котором заявил, что в предыдущем турнире, поскольку играли и сильные гроссмейстеры, и уступающие им в классе мастера, то по результатам этого турнира нельзя судить об истинной силе наших мастеров. Поэтому турнир должен быть меньше, то есть пять иностранцев на пять советских мастеров, но при этом в два круга. Потому что именно когда люди играют по две партии друг с другом, тут можно уже сказать, чего они стоят на самом деле. И такое решение было принято. В турнир были приглашены пять лучших иностранных мастеров. Они были все, практически все были участниками предыдущего турнира. Это Ласкерка, Пабланка, Флор, Лилиенталь. Но играл еще чемпион Германии Рихелесказес, которого не было в турнире 1935 года. Им противостояли пять лучших, отобранных мастеров в игре с Ботвинником, а также был Рогозин, Кан, Левенфиш и Николай Рюмин. Турнир состоялся в мае-июне 1936 года, и в тот год был очень жаркий июнь. И Михаил Ботвинник в своих воспоминаниях пишет, что стояла страшная жара. И в зале, хотя это проходило в колонном зале Дома Союзов, было очень много народу. Но в то время не было кондиционеров, поэтому стояла страшная духота. Играть было очень трудно. Он пишет, что из-за жары он по ночам не мог спать. И тогда впервые он стал страдать от бессонницы, от которой излечился только во время войны. Но тем не менее, все боролись с честью. Было очень много красивых партий, которые вошли в коллекцию лучших образцов шахматного творчества. Но практически весь турнир шла борьба между двумя шахматистами. Это между Капабланкой и Ботвинником. И они так и шли до самого конца практически вровень. И исход борьбы решила только одна партия между ними. Как это и бывает среди, как говорится, сильнейших. Ботвинник получил выигранную позицию. Очень сильно вел эту партию, но попал в цейтнот. Допустил ошибку. И Капабланка на классе довел эту партию до победы. В итоге их в итоговой таблице разделило это одно единственное очко. Но, тем не менее, это все равно был большой успех, потому что Ботвинник уже второй раз подтвердил, что он является одним из претендентов на звание чемпиона мира. Расчет Ботвинника блестяще оправдался, чтобы в турнире играли только пять советских мастеров против пяти иностранных. Потому что в турнире не участвовал Федор Богатырчук. То есть это, пожалуй, единственный из советских мастеров, который мог бы ему немного подпортить песню. В турнире 1935 года, когда он выиграл у него, это было незадолго до финиша, то по свидетельству известного будущего драматурга Леонида Зорина, зал встретил эту победу гробовым молчанием. Но надо сказать, что Ботвинник умел очень хорошо готовиться индивидуально. И, как правило, он за все проигрыши, которые он терпел, за все поражения, он в дальнейшем всегда отыгрывался. И второму своему обидчику Илье Кано, которому он проиграл в 1935 году, в этом турнире он нанес два поражения. И надо сказать, что именно эти два поражения, ну, то есть два очка, которые он получил от Кано, ну, позволили ему практически играть на догнать Капабланку. Вообще, надо сказать, что на этом турнире уже советские мастера играли лучше, увереннее против иностранных мастеров. И, например, Вячеслав Рогозин смог обыграть и Флора, и Ласкера, что было колоссальным достижением, конечно, для советских мастеров. Вот. По итогам этого турнира в августе Ботвинник поехал на супер-турнир в Ноттингеме в Англию. Это действительно был супер-турнир, в котором участвовали пять чемпионов мира разных лет. То есть и Капабланка, и Ласкер, и Олейхин, и Эйвин, и сам Ботвинник. Играла практически вся элита. Первый опыт поездки Ботвинника за границу на турнир в Гастингсе в 1934 году закончился, как мы помним, неудачно. Он занял только 5-6 место при 10 участниках. И он, конечно же, ожидал реванша в 1936 году. И надо сказать, что он ему удался. Значит, на этом турнире Ботвинник разделил с Капабланкой первые и вторые места, но при этом прошел весь турнир без поражений, в то время как Капабланка проиграл партию «Флоро». Следующие три места поделили Файн, Ришевский и Эйви. А вот Александр Олейхин, который год назад потерял звание чемпиона мира, остался только на шестом месте. То есть Ботвинник уверенно вошел в мировую элиту. И по итогам турнира в Натингеме он получил орден, знак почета. И в прессе, и во всех журналах он стал всегда подписываться теперь, гроссмейстер-орденоносец, что было очень почетно. Кстати, меня очень часто спрашивают, почему, например, в начальном положении куда лучше вести коня? Да, в центр или в бок. Или в бок. Очень часто начинающие ходят в бок. Я помню, да, что я очень часто почему-то делал в бок, чтобы тоже, видимо, не подставлять его как-нибудь заранее. Ну, это ложная скромность, лучше поближе к центру, поближе и вообще... То есть как практика показывать лучше к центру, да, коня? Конечно, лучше к центру. Центральные поля, они, во-первых, и важнее, и за них идет борьба. А во-вторых, конь на краю доски очень часто ограничен, потому что это очень легко объяснить... Из особенностей его, наверное... Из особенностей его... Ну, посмотрим, конь в центре доски, сколько он имеет полей у нас. Если как рассчитать? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Посчитаем еще раз. Да, да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь, все верно. Хотел сказать восемь сначала. В начале и в центре доски, при пустом пустой доске, восемь полей. Теперь поставим его в самый-самый угол. Сколько П? Два. Соответственно, здесь, скорее всего, будет четыре, да? Да. Ну и... А здесь три. То есть, получается, что самые худшие поля у нас находятся где-то на краю доски. Два поля совсем ограничены, три поля тоже мало. Ну и обычно здесь тоже не очень хорошо расположен. Поэтому край доски для коня это не самое лучшее место. В то время как слон, например, себя прекрасно чувствует где-нибудь вот здесь. Ну и без разницы, да. Потому что он дальнобойный, он спрятался и стреляет. Это вот особенность фигур, к которой мы будем часто возвращаться, я думаю. Так вот, король тоже может нападать на две фигуры и на две пешки, например. Более сложную ситуацию, да, разбираем? Да нет, ничего сложного здесь нет. Просто у черных две пешки. Король может брать, да, не по диагонали, а прямо так, да? Да, может съесть здесь. Но, например, вот... Представим себе такое положение. Король может напасть сразу на две пешки. Король белый нападает? Да, лучше подведем. Да, может напасть сюда и сразу же одну из них точно съест. Так, ай, секундочку. Белый король нападает на эти пешки, да? Да. А он не автоматически не становится разве под шаг? Нет, но пешки-то идут сюда. А, все, понял, да. Поэтому... Назад пешки не ходят и не бьют. Да, кстати, вот это очень интересно, да. Я, например, об этом сейчас и не задумался. Думаю, как же так? Вроде пешка бьет по диагонали. Да, но назад не ходят и не бьют. Надо запомнить, что... Да, пешка идет только вперед. Да, да. В отличие от всех остальных фигур, которые ходят. Да, которые оглядываются назад. Оглядываются назад и как угодно ходят. Да. А здесь даже пешком одеваться, по сути, не было. Да, здесь, конечно, можно нападать и по очереди на них, но на дверь... И есть, да. И съедать их все, да. Жизнь, творчество и шахматы у известного писателя Владимира Набокова были неразделимы. И здесь становится уместным вопросом, какова была практическая сила самого Набокова, шахматного игрока. Для этого воспользуемся свидетельствами его первого биографа, австралийского профессора Эндрю Филда. Как шахматист игрок Набоков не был ни мастером, ни гроссмейстером, но играл крепко и не любил произносить обидный исход. Сдаюсь. Играл он шахматы с переменным успехом весьма часто. По вечерам, дома, на квартирах у друзей, иногда даже в турнирах. Он играл с гроссмейстерами Немцовичем и Алехиным в сеансах одновременной игры в Веролимском кафе Экитабле. Правда, безуспешно. Вместе с тем, обстановка прямого соперничества Набокова сковывала. Он никогда не играл в соревнованиях. На него негативно действовали давление спортивного ажиотажа и жесткие рамки регламентов, правил, которые не прощали даже случайных просчетов. Набоков считал составление шахматных задач не только формой своеобразного интеллектуального развлечения, но и занятием полезным для развития творческой фантазии. После своих первых романов «Машенька» и «Король дамы валет», встреченных неоднозначно, у Набокова возникла идея написать роман с использованием шахматной тематики. По его признанию, он начал писать «Защиту Лужина» весной 1929 года в Лебулу, в маленьком городке под Перпиньяном, во французских Пиренеях, и закончил роман в том же году в Берлине. Свой новый роман Набоков начал печатать в Париже в сороковом номере журнала «Современные записки» за 1929 год. Параллельно роман печатался и в Берлине, где издательство «Слово» опубликовало его в 1930 году. А роман имел огромный успех. С выходом «Защиты Лужина» к Набокову пришло полное признание не только в литературной среде. Он стал известен и всем шахматистам Европы, хотя с первой страницы романа становится ясно, что шахматный в книге только метафора. Сам же роман совсем другом. Многих занимал вопрос, кто был прототипом Лужина. В своем единственном довоенном интервью Набоков заметил, чтобы написать Лужина пришлось очень много заниматься шахматами. Мой Лужин – чистейший плод воображения. Герой романа – лицо собирательное, вымышленное. Погрузив его в реалии своего детства, Набоков в то же время подарил ему головокружительную карьеру юного Алехина, придал ему некоторые портретные черты и добавил детали судьбы первого чемпиона мира – Стейнца. О том, что образ Лужина собирательный, свидетельствуют и следующие факты. В 1924 году берлинский шахматный мастер и журналист Курт фон Барделебен ушел из жизни, выбросившись из окна. Правда, в отличие от 30-летнего героя Набокова, погибшего также, Барделебену было уже 62. Бывает такое, что пешки могут и убежать, да, ну, например, где-нибудь вот здесь, например, король. Возьмем, например, такое положение. Если король нападет на одну пешку, она убежит. Или ее может защитить король, да? А если нападет на две, то уже одну из них он съест. Поверится потерять, да. Да. Поэтому двойной удар королем очень распространен, особенно в Энджелии. Но бывает и... Вот помните, мы рассматривали пример с рокировкой, да? Там двойной удар, там же участвовал и король, и ладья. Король нападал на ладью, ладья нападала на короля. Фигуры друг друга дополняют. Тандем. Главное не забывать о том, что король тоже умеет нападать. Что можно играть, то есть вводить его в игру. Да. Активный король, в смысле. Да, а вообще, да, при начале партии, ну, не стоит, наверное, задумываться о короле как о динамичной фигуре. Я думаю, это уже более... За середину партии, да? Если говорить о начале, середине и конце партии, которые называются дебют Миттершпиль и Энджпиль, то в дебюте цель короля спрятаться и понадежнее спрятаться. Чаще всего задача дебюта в общем состоит в том, чтобы развить фигуры. За большим количеством фигур. Развить фигуры, захватить пространство и сделать рокировку. На этом, собственно, дебютная стадия и заканчивается. Далее переходит... Первая треть матча, да? Первая треть игры. Первая треть партии. Партии, да. Затем наступает Миттершпиль. Задача в Миттершпиле обычно вскрыть линии для своих фигур, создать атаку, поставить мат и что-то выиграть. Если не получается в Миттершпиле решить исход, то партия переходит в Энджпиль. Энджпиль. В Энджпиле фигур обычно мало. И поэтому... Здесь уже можно думать о короле. Да, и поэтому король здесь является чуть ли не главной фигурой. Например, в пешечном Энджпиле. Пешечный Энджпиль — это когда остаются только пешки и короли. Это называется пешечный Энджпиль. Вот как сейчас, кстати, да? Да, в данном случае пешечный Энджпиль. На доске. Пешечный Энджпиль — это сплошная, можно сказать, математика, потому что чаще всего он просчитывается. Его можно на много ходов вперед просчитать и оценить позицию. Чаще всего, конечно, если материал, если, например, лишняя пешка, то, скорее всего, уже это очень много. Если в Энджпиле лишнюю пешку можно компенсировать активностью фигур, атакой, то в Энджпиле обычно лишнюю пешку — это уже чуть ли не решающий фактор. Конечно, пешка пешки рознь. Вспомни, например, вот сравните, например, такие две пешки и вот такие две пешки. Да, вот это обидно уже, да? Когда у тебя вроде их две, а сделать ничего не можешь, да? Испортили структуру. Но, с другой стороны, если она дойдет до конца, можно ведь двигать две пешки, одна за одной. Ну, конечно, намного удобнее двигать две. Вот эти пешки называются связанные, проходные. Две проходные связанные пешки. А эти двойные. Видите, они друг другу мешают. Так бывает, получается, да, особенно после атаки, да? Да, конечно, побили, побили, и вот, пожалуйста, одна за другой стоят. А если еще представьте себе вот так, взять и заблокировать. Это называется уже блокированные пешки. Мало того, что сдвоенные, да еще и блокированные. Но ценность, естественно, такой лишней пешки, она не очень-то и велика. Итак, сегодня мы продолжили изучать шахматную тактику. Мы познакомились с примерами двойного удара, то есть с вилкой. Мы уверены, что это поможет вам в будущих шахматных сражениях. Мы желаем вам удачи и будем рады видеть вас снова в школе шахмат. До свидания. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова